Армяне и потеря грузинской государственности В 1920 году, когда Ленинская Россия распространила власть Советов на Азербайджан и Армению, Грузия, вопреки желанию Москвы, все еще оставалась независимой. Проведем экскурс в историю и вспомним, как Кремль, используя армянский фактор, решил проблему захвата Грузии. В этот период армяно-грузинские отношения уже были достаточно сложными. В Марзе Лори стояла грузинская армия, которую в 1920 году на 6 месяцев туда пригласили власти Армении для обороны этого региона в случае возможной атаки Турции. В феврале 1921 года официальный Тбилиси планировал вывести войска из Лори. В свою очередь Москва, не желая идти на Грузию открытой войной, решила ее советизировать, используя армяно-грузинские и азербайджано-грузинские противоречия. В начале власти советской Армении не хотели портить отношения с Грузией и пытались предотвратить подобное развитие событий. Но 25 января 1921 года приходит четкое распоряжение из Москвы проявить активность в Лорийском Марзе, не дожидаясь мирного вывода грузинских войск. На следующий день, 26 января, Ленин, предполагая, что в Лории начнутся армяно-грузинские столкновения, приказывает начать подготовку к войне против Грузии. Для большевиков на Кавказе любой повод вторгнуться в Грузию и советизировать ее был на руку. Лучший вариант. Рабочее или крестьянское восстание в Грузии или хотя бы в Лории. 13 февраля 1921 года заканчивался крайний срок вывода грузинской армии из региона. После этого любое восстание теряло бы смысл, так как на этой территории уже не было бы грузинских войск. Таким образом, противостояние Советской России и меньшевистской Грузии стало напрямую связано с армяно-грузинскими пограничными противоречиями и было ловко использовано Россией. 8 февраля 1921 года Революционный комитет Армении под председательством Саркиса Касьяна дал крайний срок грузинскому правительству с требованием освободить Лорийский Марс. Грузинские власти собирались в течение нескольких дней вывести войска, однако 12 февраля было объявлено о начале Лорийского крестьянского восстания. На самом деле, 12 февраля никакого восстания в Лории не было. 10 тысяч русских красноармейцев, переодетых в лорийских крестьян, вторглись на территорию Грузинской Республики. Таким образом, советская власть приписывает армянскому восстанию открытую военную агрессию против соседа. В будущем в Кремле объявят, что Красная Армия не могла сидеть сложа руки, когда меньшевики расстреливали восставших крестьян. Но, как уже было сказано, не было ни восстания, ни тем более расстрелов. В итоге, 25 февраля 1921 года в Грузии установился советский порядок. И хотя армяне по факту не имели никакой вины в советизации Грузии, официальная Москва обусловила свою военную агрессию именно армянским фактором. Тем самым, на десятилетия осложнив армяно-грузинские отношения. Редактор субтитров А.Семкин